Григорий Финкельсон 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 С ними там, и тут как бы несколько пунктов надо подчеркнуть. Первый, значит, они должны быть с детьми. Если они идут без детей, то они там могут просидеть 6 месяцев. В этой КПЗ? Да. Но это уже не КПЗ, это уже будет как бы такая, типа иммиграционная детеншн-центра. В принципе, там еще плохого, у нас там есть люди, которые там по 2-3 месяца отсидели уже, и по 5 месяцев, и играют в баскетбол, и, в общем-то, никто их не обижает. Я тут с одним разговаривал пару дней назад, который там посидел. И я говорю, как там? Он так сплюнул и говорит, соки море. Ну, и к этому они могут там выучить испанский язык довольно быстро. Вот, значит, следующий момент, значит, у них должен быть спонсор, который внесет за них залог. А все-таки денежку хотят? Денежку хотят. Минимальный залог это полторы тысячи, максимальный, пока то, что мы видели, это был 50 тысяч, но это редко бывает. Вау! То есть без залога не выпустят? Без залога сейчас не выпускают, и у них должен быть спонсор. Спонсором может будет выступать либо лицо, которое имеет грин-карт, либо американское гражданство. Но они не вносят всю сумму, они вносят там 20-30% от этой суммы. Если такого лица нет, то им надо вносить полностью. И, как бы, обычно звонят этому человеку, проверяют, действительно ли вы его спонсируете. Человек по телефону подтверждает и вносит залог. Вот, что изменилось и что сейчас важно стало то, что если раньше интервью занимало 15 минут, и оно было довольно формально, обижают, обижают, обратно ехать, боишься, боюсь. И все. То теперь оно стало полным интервью, которое длится 2-3 часа. То есть надо по-серьезному готовиться? Да, надо готовиться серьезно. И мы готовим этих людей перед тем, как они вообще взяли билет в Мексику. Мы наш адвокат на русском языке, с ними по скайпу беседуют обычно. И мы готовим их перед тем, как они едут. Во-первых, они должны знать, что они будут там рассказывать. У них должна быть совершенно четкая история. Потому что то, что они сейчас откроют, рода скажут, потом поменять уже нельзя будет. А им браслет на ногу повесить? Это уже потом, на выходе. Но будет браслет? Да, конечно. Браслет как бы говорит о том, чтобы они явились в суд. Через 2 года? Ну, это раньше было, да. А сколько проходить до суда? В Сан-Франциско это быстрее происходит, в других местах медленнее. То есть как бы смотря, куда они поездят. Но быстрее как? Быстрее может быть год. То есть не так, как вот ребята, которые из на местности подают на политиковый сайт, да? Нет, тут несколько же проводятся заседания. И где-то 3-4 заседания проводятся. Поэтому первое происходит, вообще может происходить в тюрьме, если они там сидят. Но процесс другой, не такой процесс, как если они приехали по провизии и подали. Да, совершенно другой процесс. Вот. И очень важно, чтобы это интервью не были готовы. Потому что все, что они скажут, все это будет уже как-то зафиксировано, и они не могут менять свою историю. Григорий, если не секрет, вот на сегодня, допустим, человек, который такой вопрос задает, хочет пойти этим путем, он... Какой расход ему предстоит? Вот с точки зрения, скажем, услуг, вот, юридической организации, как ваше? Наш адвокатский офис, мы, значит, если люди идут через Мексику, то, значит, за семью. Семья – это муж, жена, их неженатые дети. Их холостые дети до 21 года. Неважно, сколько детей. Неважно, сколько детей в семье, это все считается одна семья. Да. Мы берем 10 тысяч. И из них 2 тысячи мы берем до того, как они поехали, чтобы подготовить их к интервью. И они должны ввести с собой документы, у них должна быть четкая история. То есть это очень важно сейчас. Раньше это было проще, сейчас это чрезвычайно важно. Угу. Вот. И остальные деньги они уже платят потом, когда выходят на свободу в Америке. И в рассрочку. Ну, то есть они не платят всю оставшуюся сумму сразу, а они поэтапно, да? Да. Мы с ними делаем планы, и они как бы… Потом мы тоже понимаем, что они приехали, у них как бы ограниченные средства. Угу. И поэтому мы тоже вместе с ними ждем, пока пройдет 5 месяцев, пока они получат право на работу и начнут работать. Угу. Как только они начали работать, им проще будет уже рассчитываться с нами и существовать в Америке. Ну, хорошо. Давайте тогда так сделаем. Я… Карточка ваша у меня есть, я тогда повешу. А если у кого-то вопросы возникнут, как вам… По имейлу, в скайпе как вам писать? А вы знаете, проще всего… Или в скайпе. Скайп такой «American Corporate Services». Одно слово. Да, одно слово «American Corporate Services». Ага. Или, проще всего, может быть, если вы повесите наш веб-сайт, это www.business-visa-usa.ru на русском языке. А, окей. И обычно мы работаем таким образом, люди читают на нашем сайте информацию, как бы, чтобы они понимали терминологию, о чем мы вообще с ними будем разговаривать. И потом на нашем же сайте они заполняют анкету на русском языке. Эта анкета попадает к нам в офис. И после этого мы разначаем им консультацию с нашим иммиграционным адвокатом, который говорит на русском языке. Вот такой вопрос давайте я вам задам. Я просто частенько провожу такую мысль на канале. Ребята, потому что они все время там говорят, вот я там осматриваю разные пути, но вот политическую вещь, там у меня это не светит, у меня нет ничего каких-то исследований. Я говорю, ну подожди, ты же не специалист по квалификации. И ты поговори с кем-то, кто умеет, знает и так далее. Это правильный концепт? Или человек, в принципе, должен сам понимать, что… Понимаете, так как мы юридический офис, мы рисовать им историю не будем. Да. То есть к нам должен прийти человек, у которого уже есть как бы причина, реальная причина опасаться за жизнь, за свою жизнь или жизнь своих близких в той стране, где он сейчас находится. И он к нам должен уже прийти с историей. Но мы поможем ему правильно ее сформулировать на английском языке так, чтобы эта история помогла им действительно получить статус политубежища. Просто бывают люди, которые там, у него 100 претензий, из которых 90 надо сразу откинуть. Да, совершенно правильно. Плюс к этому очень важна подготовка документов. То есть как бы вы не можете просто сказать, меня преследуют, я боюсь, дайте. То есть должны быть документы, должны быть свидетели. То есть на слово не идет сейчас? Ну нет, это конечно. Вот мы помогаем правильно оформить все эти документы тоже. Ну хорошо, Григорий, спасибо большое. Там у нас партия идет, мы тут все с цветочками в таком виде, может быть, неофициальным. Но давайте мы вернемся к партии, а ребятам всем привет передадим. Да, счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok